Я вообще был удивлен, что голливудская общественность очень активно принимала участие в выборной гонке. Ума масса людей агитировали за Хиллари Клинтона. Не знаю, слышали вы или нет, Де Ниро вообще записал ролик. Да, слышал. Да, что он просто набьет лицо Трампу, что Трамп собака, мерзавец. И целый ряд очень известных кинодеятелей и деятелей шоу-бизнеса заявили, что они покинут страну, иммигрируют в случае избрания Трампа. Как вам кажется, почему ваши коллеги по цеху заокеатские? Ну, потому что, видимо, это действительно серьезное дело, все, что происходит. Тут раньше нас обвиняли, что у нас, Игорь, вот наши там вот поддерживают, там у нас участвуют в избирательной кампании. Ну вот посмотрите, в Америке тоже, да, очень активно. Очень активно. Не то слово. Кинтест, вот, Трампа поддержал. И Чак Норрис, да. И Чак Норрис, да. Де Ниро, это я, он просто ходил по Фейсбуку, этот ролик. Да, да. Он очень там темпераментно и очень жестко. Это чем объясняется? Что у нас все-таки люди в большей степени зажаты, мы не такие раскованные? Нет, у нас во времена перестройки очень активно деятельность. Вообще очень активно участвую во всех событиях. То есть они сейчас переживают свою перестройку, а не отстают от нас? Ну я допускаю, кстати, у меня такая версия есть, что это в определенной степени американская перестройка. А что суть перестройки, с чего было? Вот строго говоря, на кухне говорили, что в стране масса проблем. Потом вдруг съезд Верховный Совет, и вдруг это по телевизору стали говорить. И вся страна, и все совершенно перевернулось. Потому что одно дело на кухне, говорят, ну в принципе то же самое в Америке произошло. Все на кухнях вообще-то говорили, что проблем много. А Трамп взял это и стал говорить публично. И сразу все приобрело совершенно другой оттенок. Я просто думаю, что прежде всего это довольно серьезный раскол в американском обществе. И это действительно какая-то очень важная история происходит. И поэтому уже деятели культуры, как называют кинематографисты в том числе, просто не могут быть в стороне. Потому что там действительно, видимо, ощущение, что там какие-то очень серьезные решения, и это может привести к непредсказуемым событиям. То, что, насколько я вижу, раскол этот не утихает, даже в определенной степени усиливается. А кто знает, потому что я в свое время говорил там с кем-то, а с Жириновским я спорю. Он сказал, что Трамп победит, а я ему сказал, что вот вы увидите, в Америке военные придут к власти. Так вот этого не может быть. Да все может быть. Поэтому я думаю, этим обусловлено такое активное участие режиссеров, актеров. Но они же тоже люди. Они живут в стороне, они, значит, у них свои взгляды. Они принадлежат к определенным партиям, скажем так. Даже не буквально, а я имею в виду, так сказать, зависимы. То есть понятно, что они их, ну, и какие-то принципы у них свои есть. И, видимо, очень серьезная ситуация. Такого раньше не было. Они всегда участвовали. Там Джордж Клуни, там, я знаю, он всегда, там, где-то всегда болтались звезды. Но вот так вот остро это никогда не было. Я из этого делаю вывод, что вообще делал серьезное. Субтитры создавал DimaTorzok